Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Семкин В определенной ситуации воспользовался этой ситуацией так, что, ну, принес огромный урон стране, государству, людям, и в частности, и в общем, и так далее. То есть для меня это, конечно, демоническая фигура. Андрей, а у вас есть понимание, как в голове одной конкретной бабушки уживается одновременно то, что там условные пусирают, это кощунницы, и они, значит, испоганили храм и сделали что-то плохое. Одновременно они готовы защищать Николая II от режиссера-учителя, и одновременно они готовы защищать Ленина от нападок псевдо, как они считают историков, которые пытаются опошлить имя великого вождя мирового пролетариата. Как это всё уживается, и насколько это выгодно или невыгодно государству в широком смысле этого слова? По поводу как. Здесь тоже, может быть, несколько версий. Одна из них медицинская. Я не шучу, потому что вот эта шизофрения последнего периода, такая массовая шизофрения, которая накрыла нашу страну, она вот позволяет... Ну, врачи, значит, со мной согласятся, когда у человека в сознании совмещаются абсолютно противоположные подходы и суждения, это вот признак этого заболевания. Если рассматривать с точки зрения, почему это происходит в сознании у людей, это причём массовый характер принимает, скорее, это ленность, это нежелание анализировать, нежелание сопоставить вот эти вещи, да, то есть если ты поклоняешься Ленину, тогда аплодируй Пусси Райт. Если ты, там, поклоняешься Николаю Второму, значит, тогда, ну, там, будь добр, отрицай Ленина. Ну, это же простые понятные вещи, они, к сожалению, не происходят в мозгу у очень многих людей только потому, что им лень или они не в состоянии сопоставить эти вещи. То есть, ну, никто не одевает два правых ботинка, да, то есть он надел правый ботинок, значит, ищет левый, да, чтобы у него было всё в порядке на ногах. Но, тем не менее, вот в сознании человек почему-то, российский человек, может такое себе позволить. Как это получилось? Ну, тоже причин, наверное, масса. Последний период времени, последние 20 лет поток информации, противоречивость информации, методы её доставки до головы российского человека так изменились, что, ну, большая часть населения не справилась с этим потоком информации. Недостаток образования, недостаток способности критического мышления, который заложил советский период нам. То есть, большинство людей отказалось от способности критически мыслить, живя в Советском Союзе. Те поколения, которые после нас, они будут другими? Они другие, вообще уже другие. Они другие. Вот и в том числе по отношению к Ленину, ну, в частности, да, они для начала будут просто отрицать вообще значимость этого всего. Нам это покажется дикостью, мы будем, значит, сетовать на то, что они, там, тёмные, непросвещенные, не хотят великую, значит, личность, анализировать и продумывать. Но сначала, с точки зрения вот какой-то безопасности сознания, они будут отрицать всё это. И они уже это начинают делать. То, что нам кажется очень важным, они сейчас презирают или просто этого не замечают в массе своей. А потом они обретут свои ориентиры, свои опоры, свои авторитеты.